Вечный спор между жильцами и коммунальщиками продолжается. На сей раз действиями своей управляющей компании недовольны жители 54-го дома по улице Советской. ЖРУ-6 провело санитарную обрезку не того дерева, которое имели в виду жильцы. У коммунальщиков в этой истории своя правда. Разобраться в споре пыталась Елена Тимофеева. Последнюю неделю вид из окна Евдокию Николаевну не радует. Вместо пышной листвы с маленькими яблочками уродливый обрубок ветки. Возмущению пенсионерки не отпредило. Теперь каждую весну ей нечем любоваться. Эта яблони вырастет, оденет белое платье, как невеста, такой озон. Потом начинают яблочки, вон рометки, потом прилетают птицы, эти снегири. Ой, ну тут просто прелесть, чирикают. Никому это дерево не мешало. Не радует вид из окна и Клавдию Ивановну. Она живет по другую сторону от входа в подъезд. Уже много лет пенсионерка и ее соседи добиваются сноса старого карагача. Ветки дерева недавно добрались до окон пятого этажа. Жильцы нижних этажей уже овладели методами самостоятельной борьбы с ними. Ветки на балкон, с балкона я его всякими способами притягивала, эти ветки, отпиливала, отстригала, обрезала. Просьба жильцов усмирить карагач в этом году была услышана управляющей компанией. На прошлой неделе бригада благоустроителей прибыла во двор. Но ненавистный карагач не спилили, а лишь отстригли у него пару сломанных веток. А параллельно с ним обрезали любимую всеми яблоню, жалоб на которую не было. Я вообще не вызывала, проблем у меня не было. Ветка эта в 5, 6 или 7 метров. Она не касалась даже моего окна кухонного, а до балкона вообще. Представитель управляющей компании показывает массу заявлений от жильцов дома с просьбами постричь деревья. Пострадавшая яблоня ни в одном из них не фигурирует. Однако перед санитарной обрезкой этот двор обследовала целая комиссия. Определялись аварийные объекты. Администрация города давала официальное заключение и разрешение. Аварийная ветка упиралась прямо в окно и лежала на подоконнике другой квартиры. Чтобы повторно не направлять автовышку и рабочих, учитывая аварийность состояния, мастер благоустройства дала распоряжение, и мы спилили эту ветку. Это просто аварийное дерево. У нас есть соответствующее разрешение. Вникать во все нюансы и уточнять, любимое дерево или нет, у коммунальщиков нет возможности. В год они обрабатывают до пяти сотен заявок на обрезку деревьев. 300 зеленых жителей дворов кронируют, 60-70 удаляют под корень, как опасные или засохшие. Ветка этого дерева упиралась и лежала на подоконнике. Возможно, что ей бы пришлось и больше за ремонт платить, и потом мы бы тоже были как ранние. Поэтому мы вынуждены были работу эту сделать. Ненавидимые жильцами третьего подъезда Карагачи все-таки не спилят. Управление экологии запретило. Зато проведут его кронирование, обрежут все разросшиеся ветки. По правилам делать это можно только в период с октября по март. Так что благоустроители пожалуют в этот двор еще раз. Жильцам дома посоветовали в день их приезда охранять любимую яблоню.